Если есть окружность с данным диаметром диаметра, вот такой угол, какой вот этот угол? Если это диаметр, вот где-то здесь центр, и так далее. И такой же, по сути, вопрос, скажите, пожалуйста, а вот этот угол какой? Мы уже знаем, что если точка на окружности с диаметром, то угол прямой. А вот этот какой? И этот какой? Быстрее. Какой не слышу? М может быть прямой тоже. Тоже прямой. То есть можно приложить так уходник, чтобы здесь было 90 градусов. Или все-таки нельзя? Если нельзя, почему? Можно провести отрезок МО, когда О будет равно... Будет равно АО и ОБ. Да. А это уже сводится к той теореме, которую мы только что делали. Так все-таки, как называют угол АМБ и как называют угол АНБ? Каким словом русского языка называют угол АНБ? Острый. Острый. Ура! Теперь вопрос. Почему этот угол обязательно острый, если точка лежит вне круга? А почему этот угол обязательно тупой? Докажите, что если точка М лежит внутри окружности с диаметром АБ, то угол АНБ тупой. А если она лежит вне, то угол АНБ обязательно острый. Что такое скольки должно равняться? Сумма величины углов или один угол? Сумма вообще-то сто восемьдесят. Давайте я на всякий случай напомню. Ребят, это важно. Боюсь, что кто-то может просто еще не знать. А между тем, это страшно важно. Если у вас есть любой треугольник, то вы можете сделать так. Вы можете продолжить сторону. Вот это называется внешний угол треугольника. И провести параллельно вот этой стороне. Тогда вот эти вот углы равны. Это такой общий факт очень важный. Когда у вас есть любые две прямые, то вот такие вот углы, все четыре равны. Не буду сейчас объяснять, почему, но поверьте, что это так всегда. И вот эти вот углы, они тоже равны. Ну, собственно, по той же причине. Когда у вас есть две параллельно прямые и секущие, то вот эти вот углы непременно равны. Да, 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 та же самая концентрация. Вот, а значит сумма вот этих вот углов, называется внутренний угол треугольника вот этих два, равна внешнему углу внутри этих вершин. Это очень важная теорема. А значит, соответственно, сумма всех трех, это 180 градусов. Можно сколько года матрики. Для этого достаточно точку энзиатрии года. Дальше. А НВ может быть почти 90, если здесь есть. А НВ может быть очень близко к 180. Может быть близко к 90. Но вопрос четкий. Почему здесь всегда больше, а здесь всегда меньше? Почему здесь всегда больше, чем 90? А почему здесь всегда меньше, чем 90? Потому что Энтой точкой окружности будет равна 90 градусам. Не точка, а угол соответствующий. Если мы убираем сторону центра, то у нас будет такой. А если есть ИС? Вот. Почему, когда мы движемся ближе к центру, то угол будет увеличиваться, а когда движемся от центра, угол будет уменьшаться? Почему? То еще и уменьшаться угол. А, Б, М. Почему? Он на лейтенаге увеличивается, нажал здесь на центру. То есть, вы мне говорите сейчас, что если двигать точку М вот сюда, то угол будет все тупее и тупее. А если двигать точку наоборот вот эту туда, то угол будет все острее и острее. Это правда. Да. Если вы это докажете, то вы безусловно решите задачу. Давайте я сформулирую то, чего вам хочется. Если есть треугольник, внутри точка, вы хотите мне доказать, что вот если взять этот угол и вот этот, то угол бета будет больше, чем альфа. Как только вы мне объясните вот эту штуку, проблем уже не будет. Почему? Потому что вы здесь рисуете прямой угол. Кстати, не обязательно такой. Можно было просто взять и продолжить АМ до пересечения. Здесь будет прямой угол, как мы знаем. Ну и собственно все. Тогда нужно, ну точка будет, ну или если угодно, чуть-чуть можно сюда. Тогда здесь будет вот в точке. Итак, почему? Самое простое вот здесь понятно. Почему Эль был тупой, если здесь 90 градусов? Ну давайте я точку обозначу, как мы знаем, что АКБ прямой угол. Почему АВМБ тупой? Сумма у двух треугольников всегда на 180 градусов. Когда мы двигаем точку М ближе к центру, она увеличивается, потому что две остальные точки уменьшаются. А сумма остается все равно одинаково. Только уменьшаются, конечно, не точки, а уменьшаются. Они уменьшаются, соответственно, А будет увеличиваться. Ура! Выходите. Когда мы эту точку видим ближе к центру, то угол А и угол В будут уменьшаться. Ну в данном случае А будет просто не меняться. Вот дай я, кстати, лучше объяснять это себе, будет понятнее. Вы просто если это АВ, да, как нам не понимают. А, да, В. Когда мы слили на точку М ближе к центру, то... Мне же есть вопрос так. Почему двигаем точку М? Поставьте там вверху. Как? Нет. Это М. Это как раз М. А вот вверху. Да. Да. И просто говори, что угол КАВ больше угла МАВ. Угол КБА больше угла МБА. А сумма углов треугольников 180 градусов. Угол М больше угла КАВ. Да. Можно сказать, что один угол увеличится за счет ремонта? Конечно. Сумма всех трех, вы знаете, сумма увеличит этого, этого и вот этого 180. Если это увеличить, и это увеличить, то чтобы сумма осталась прежней, это должно уменьшиться. Представьте, что у вас есть три ведра с водой, и вы переливаете, у вас нет постоянного количества воды всего, и вы переливаете с одного ведра. Да, 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 все правильно, все абсолютно правильно. Спасибо, все отлично. Сумма величин углов треугольников 100. Какая же там была снежная картинка? Потому что выяснилось, что это просто у нас одна картинка. Да? Картинка была вот какая. Господа, вспоминаем. Картинка состояла в том, что вот этот угол равен этому, если у нас вот здесь вот прямая, а здесь неправильная. Вы понимаете? Да. А вот этот угол что? Равен этому. Значит, внешний угол, внешний угол любого треугольника равен сумме несмежных с ним внутренних. Отлично. Давайте применим вот эту вот теорему прямо сюда. Вот смотрите. Если этот угол обозначить какой-нибудь буквой, ну, например, фи, а вот здесь вот у нас 90 градусов, то я могу утверждать, что это не просто тупой угол. Ребята, я могу стереть слово тупой и написать сюда точное выражение. Это 90 плюс фи. Почему? А потому что для треугольника МКБ. Все видят? Вот этот угол АМБ. Внешний для вот этого треугольника. Именно здесь 90 плюс фи. Здесь 90. Так, отлично. Теперь давайте поговорим про точку Н. Ну, вот то, что она понимает, я понимаю. А вот есть ли в аудитории еще хотя бы один человек, который может внятно объяснить, почему угол АМБ стоит? Да. Нет, вот еще раз. Вам нельзя. Потому что видно, что вы поняли. Но вы грустны, если после занятий будет только один понявший что-то человек. Кроме нее, кто-нибудь может пойти объяснить, почему АМБ просто? Если угол М двигается в сторону от нашей окружности, то угол В и угол А увеличиваются. Вы знаете величину угла вот здесь. Вы знаете вот это. Поставьте любую точку. Любую точку и соедините ее. Величине есть угол угла. Вот угол АСП может быть 90 градусов. Пожалуйста. Да, да. Вот так, пожалуйста. Величина угла 90 градусов. Да. Если точка Н подходит от этой точки, то угол уменьшается. Да. А если наоборот движется к ней, то угол увеличивается. Угол МАВ при движении точки Н к точке С уменьшается. Угол МВА тоже будет уменьшаться. Ну а значит соответственно... Н увеличивается. Отлично, спасибо. Такое право. За это не bruise этот вид noisearia. Но открости вп fundo. Во-на-не право. Сумен будет откроен у тебя. Продолжение следует...